МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на Хабар 24 в студии Батагаса Ркулова. Здравствуйте. Работы приостановлены, вся техника простаивает. В АТРАУ дорожные строители недовольны условиями труда. Со многими из них наниматели не составили договоры. А сейчас люди требуют повышения заработной платы и соблюдения законодательства. В конфликте разбирались наши корреспонденты в регионе. Претензий у рабочих к АТРАУ инжстрой накопилось немало. Люди возмущены низкой заработной платой. Причем низкой она не у всех, говорят дорожники. Одним платят меньше, другим необоснованно больше. Нет и трудовых договоров, которые обеспечивали бы им правовую защиту. Я работаю 4 года. Все это время без контракта. В прошлом году буквально с боем удалось получить трудовой договор. Однако в нем сумма заработной платы не указана. И таких, как я, много. Если провести полную проверку, все нарушения всплывут. Тяжелые условия труда без должных отчислений выплат. Плюс низкая зарплата. Ее, говорят протестующие, не повышали последние 10 лет. К тому же жалования выплачиваются задержкой. Я в компании с 2013 года. Тогда была зарплата 180 тысяч. И сейчас ничего не изменилось. Бензин, хлеб, кумуслуги, продукты. Все подорожало в разы за это время. 180 тысяч тенге на жизнь никак не хватает. Гендиректора дорожной компании требования рабочих, похоже, застали врасплох. Об отсутствии трудовых договоров он слышит впервые. А в задержке зарплаты винит заказчика проекта – городской Акимат. Последние на строительство почти трех километров дороги из бюджета выделили 1 миллиард 30 миллионов тенге. Это не от нас зависит. Все деньги сейчас в Акимате. А насчет трудовых договоров не знаю, почему их не заключили. Будем выяснять. Заявление руководителя компании «Аторал-Иншстрой» считаю неуместным. Все средства за проделанный объем работы перечисляются своевременно. Кто прав, кто виноват, выяснить еще только предстоит. Ну а пока руководители дорожной компании заверили рабочих в том, что уже завтра задолженность погасит, зарплату повысят, договоры заключат. Райхан Дажибаева, Асламбек Шихар, Амантай Матенов, Атрау, Хабар-24. Жители Уштубея в Алматинской области четвертый год ждут, когда в райцентре отремонтируют одну из центральных улиц в Толиби. На ее реконструкцию из госбюджета было направлено около 300 миллионов тенге. И даже был подписан акт о приемке объекта. По документам все деньги были освоены. Ну а в действительности хорошей дороги как не было, так и нет. Сейчас виновные лица уже предстали перед судом. Но пока идут разбирательства, уштубинцы остаются без дороги. Наш корреспондент Гульнар Жантасова расскажет, какие еще проблемы волнуют горожан. Чуть больше одного километра протяженность улицы Толиби. Ее ремонт предприимчивые чиновники оценили в небывалую сумму. Около 300 миллионов тенге. Судя по объему средств, здесь должна быть высокоскоростная трасса. Ну а в реальности вот такая картина. Начали делать ремонт, забросили и все. Куда, что девалось, не спонять. Невозможно ездить. Года четыре, наверное, уже не работает. Делали же эту улицу уже, не доделали. А теперь как с бюджета опять деньги вытащить? Украли, наверное, я не знаю. Надо выделить, отремонтировать, чтобы люди не мучились. Страшно ездить по этой улице. Четыре года уже вот так она стоит. Я занимаюсь пассажирскими перевозками. Автобусы постоянно ломаются. Приходится их ремонтировать. В районном Акимате разводят руками. Сейчас улица является своего рода вещественным доказательством в уголовном деле. В 2018 году за 7 месяцев улицу Толиби должны были отремонтировать. В январе 2019 года Акимат подал документы в суд на подрядчика. Было заведено уголовное дело по хищению госсредств. Здесь были замешаны и руководитель районного отдела автодорог, сам подрядчик и сотрудник технодзора. До окончания всех судебных разбирательств мы не могли проводить никаких работ. Сейчас мы будем готовить ПСД и будем запрашивать средства на следующий год в размере примерно около 100 миллионов тенге на ремонт этой дороги. Ждут ремонта дорожного полотна и по улице Крупской. Верхний слой асфальта сняли пару месяцев назад. На этом все и остановилось, утверждают горожане. Невыносимо ездить по нашему городу Уштоби. Улиц очень много таких, которые не хотят ремонтировать даже. Ехать невыносимо. Ямы, бугры вот этого. Про пешеходов я вообще не говорю. Вот эта щебень, она отлетает по ногам, даже детям по головам. Застопывайте мы налоги. Делать ничего не хотят в Уштобе. Недовольны Уштобинцы и проведением реконструкции Центрального парка. На все работы из бюджета государства потратили около 25 миллионов тенге. Однако гражданский активист Дмитрий Перлов уверен, что на многом здесь сэкономили. У нас по проекту должны быть по госстендеру лампочки вот такие все прожекторы. Она стоимость 70 тысяч. По факту у нас стоят вот такие 30 штук и все остальные вот такие плафоны. Тот прожектор у нас стоит 70 тысяч, а вот этот дешевый у нас стоит 7500. Нас интересует, почему у нас не стоят хорошего качества прожекторы, а стоят вот такие плафоны. По парку освещения нет. По задумке местных властей здесь должна была быть ивовая роща. Здесь в конце мая посадили около полусотни ив. Однако сейчас ни одного саженца нет, ну а площадка похожа на обезвреженное минное поле. В целом же в районе насчитывается 35 населенных пунктов. В этом году на средний ремонт дорог выделено около 500 миллионов тенге. Гульнар Жантасова, Хуан Штургенбаев, Хабар-24, Алматинская область. Миллиардные инвестиции необходимо вложить в развитие коммунальной инфраструктуры курортной зоны Жасыбай. В последние годы там интенсивно строят новые дома отдыха и отели класса люкс. Инвесторы вкладывают собственные и заемные средства. К сожалению, сразу реализовать грандиозные планы не получается. В зоне отдыха не хватает электрических мощностей, нет центрального водоснабжения, а отсутствие канализации вообще вредит живописному озеру. Этот отель возвели в рекордные сроки. Задачу максимум ставили инвесторы. За три месяца построили коттеджи и необычные эко-юрты, так называемые глэмпинги. Озеленением территории занимались профессионально, иначе в горной местности не вырастет декоративные растения. Их здесь около 200 видов. Самый дорогой рулоновый газон привезли, но не уберегли. Почти половина засохла от недостатка влаги. Когда мы смонтировали, подготовили почву, смонтировали этот газон, нужно обильно его заливать на протяжении, наверное, 7 дней, чтобы он опитался влагой, водицей, чтобы он мог восстановить свою корневую систему. Но так как не было вовремя воды, газон посох. Постоянные перебои с электричеством приносят массу проблем. Привезенные с Европы декоративные растения пропадают, а строительные работы затягиваются. Электронапряжения не хватает и в центральной части зоны отдыха. Рестораторы терпят убытки. Дорогостоящие, энергоемкое кухонное оборудование выходят из строя. Буквально сегодня я выкинула, ну пришлось утилизировать 14 килограмм стейков, 7 килограмм отборной баранины, потому что опять морозильники не тянут. Мы когда замерили, у нас, как он называется, мощность 178 ватт. Это же вообще с ума сойти. За полтора месяца работы у нас ровно половина вот этого вот времени. Мы сидели без света. Света нет, скважины не работают, то есть воды нет. Мы реально работаем в нечеловеческих условиях. Исправить ситуацию планируют, нарастив энергомощности. Новая подстанция Жасыбай готова подать напряжение. Строительство линий электропередач тоже почти закончилось. После устранения названных дефектов энергетики проведут повторный осмотр. Если все окажется в порядке, то подадут заявку на ввод в работу ЛЭП и подстанции на испытательные 72 часа. Отсутствие инженерной инфраструктуры на озере Жасыбай давно волнует экологов. Некогда живая вода сейчас уже не самая чистая. Отходы человеческой жизнедеятельности просачиваются в грунт и оттуда попадают в озеро. Нарушенный кислотошелочной баланс губит уникальный водоем. Это приводит к тому, что озеро заболачивается. В нем появляются несвойственные для экосистемы, для биосистемы озера Жасыбай альгофлора, микрофлора и так далее. То есть нарушается самоустойчивое существование этого озера Жасыбай. Местные власти не раз предлагали обустроить Жасыбай центральной канализацией и водоснабжением. Инвестиции миллиардные и под силу только республиканскому бюджету. Планы строили еще лет 10 назад, но ВОЗ и ныне там. Сейчас готовы лишь поддержать инвесторов под воду инженерной инфраструктуры к строящимся объектам. В том числе и на отель с засыхающим рулоновым газоном. Документов, по которым мы могли бы работать, у нас нет в наличии. И как только будут документы готовы, мы рады всегда помочь в финансировании инженерной коммуникационной инфраструктуры. То есть это подведение системы водоснабжения. И второе это электричество. Третий у них был вариант газификации, так как она предполагает строительство круглогодичного дома отдыха. В этом году в области разработали новую концепцию развития круглогодичного туризма. До 2025 года планируют обеспечить Жасыбай централизованной системой водоснабжения и отведения сточных вод. Идею Минэкологии уже поддержали. Сейчас вот таким атом Байонурского района ведется работа по подготовке бюджетной заявки для выделения денежных средств на разработку проектно-сметной документации. Это будет подводиться и водоснабжение, то есть чистая вода до всех домов отдыха и также водоотведение. То есть это будет централизованные канализационные стуки. Недавно жемчужину Байонулу посетили казахстанские вайнеры. Их удивила нетронутая красота чудотворного края. Говорят, беречь первозданную природу нужно сейчас. По сравнению с нашими другими парками он не грязный, он очень хорошо выглядит сейчас. Но есть такие звоночки маленькие, за которыми надо следить. Я вообще предлагал такие надписи поставить, типа «Спасибо маме за ваше воспитание», чтобы немножко человека задевало, чтобы он не выкинул баклажку, не выкинул. «Спасибо за ваше...» «Спасибо, что оставили чисто место». Нет ни одной надписи такой мотивирующей. Число туристов на Жасыбаев пик сезона бьет все рекорды. Чтобы разгрузить озеро, предусмотрено строительство крупных домов отдыха на берегу соседнего озера Забандеколь. В ближайшее время берег обеспечат центральным водоснабжением и канализацией, сделав его привлекательным для инвесторов и туристов. Ербулабишев, Самат Аспанов, Барак Игликов из Павлодорской области, Хабар, 24. Вне зоны доступа уже три года живут жильцы одного из столичных жилых комплексов. Звонки и сообщения они получают через раз, а о мобильном интернете уже и не мечтают. Особенно остро проблему они ощутили в прошлом году, когда остались буквально оторваны от внешнего мира. Из-за пандемии тогда практически все организации перешли на удаленку. Неоднократные жалобы вопрос пока не решили. С подробностями Анна Шолгина. Абонент временно недоступен. Чаще всего слышат те, кто пытается дозвониться Ертаю Десимбаеву. А про интернет и речи вести не стоит. В 2018 году он с семьей переехал в жилой комплекс «Шатер». И проблемы с сотовой связью начались буквально сразу. Сначала было хотя бы одно или два отделения антенны. Сейчас же телефон в квартире – вещь бесполезная. Близкий человек проходил собеседование в нацкомпанию. И они сказали, что в очередь не могут встретиться, что собеседование пройдет в режиме онлайн. И во время онлайн-собеседования три или четыре раза прерывалась связь интернет. И после этого не получилось с работой у человека. Проблема со связью и с интернетом появилась с того момента, как мы заселились, как этот дом сдали. Чтобы решить проблему с перебоями связи и мобильным интернетом, здесь на крыше нужно установить базовую станцию. Для этого мобильным операторам нужно согласие как минимум 70% жильцов этой многоэтажки. Только тут начинается извечное противостояние тех, кто согласен на любые условия, лишь бы появилась хоть какая-то связь. И тех, кто уверен, что это устройство может нанести серьезный вред их здоровью. Асиль Абдулина уверена, что ретрансляторы, установленные на крышах жилых домов, небезопасны для человека. Женщина говорит, для них нужны специальные вышки, хотя бы на небольшой дистанции от жилых домов. Предлагают, давайте ставить на ваши дома эти вышки. Извините, во-первых, они опасны. Опасны для здоровья человека и детей тем более. Там определенные волны существуют, которые воздействуют на организм. Поэтому мы, конечно, категорически против. Возможности у сотовых операторов есть поставить высокие вышки. Теперь говорят нам, вот министерство, которое пришло, а куда ставить? Извините, вот проблема в том, куда ставить, она возникла не по нашей вине. Все равно можно найти место. Вот эта территория парка имеется, где может быть где-то с угла, может быть, можно поставить. Я не могу сказать. Это уже должны специалисты рассчитывать. С жалобами на мобильную связь и интернет жильцы многоэтажки неоднократно обращались в профильное ведомство. В государственной радиочастотной службе обещали провести замеры качества. Если они не будут соответствовать минимальным заявленным требованиям, операторов ждет штраф. В мае месяце утвердили минимальные пороги качества интернета. Это по 4G, это 5 мегабит в секунду, и по 3G, это 1 мегабит в секунду. В настоящее время замеры проводятся. По результатам замеров, если качество покрытия от мобильных операторов будет меньше порогового значения, то будет наложен соответствующий штраф и выдано соответствующее предписание. Штраф 100 МРП. Мы также считаем, что это неадекватный размер штрафа, не соразмерен соответствующему административному правонарушению. Поэтому в настоящее время депутатами инициированы поправки. Поправки эти подразумевают увеличение штрафа в 10 раз. Этот вопрос еще предстоит обсудить депутатам. Только мобильные операторы уверены, это вряд ли поможет решить проблему, пока абоненты сами не пойдут им навстречу. Для того, чтобы обеспечить стопроцентной связью вашей ЖК, нам необходимо будет здесь установить базовую станцию, именно на вашем ЖК. Для этого нужна будет помощь жильцов. То есть 70% жильцов нам должны дать согласие на установку базовой станции. Еще надо учитывать то, что район очень густо заселен, густо застроен домами. Здесь очень много мертвых зон и очень большая идет интерференция. То есть это что? Это помехи. То есть это посторонние радиоантенны, радиопередатчики. И одного ретранслятора здесь вряд ли будет достаточно. Только на этот жилой комплекс нужно как минимум 3-4 устройства. Мобильные операторы обещают, если жильцы согласятся, то о проблеме с перебоями смогут забыть уже этой осенью. Анна Шелгина, Марат Диханбаев, Хабар, 24. 2 миллиарда тенге планируют потратить на модернизацию порталов электронного правительства. Перезагрузку ресурса обещают сделать за счет частных инвестиций. Изменения произведут холдинг «Зерде» и АО «Национальные информационные технологии». Сайт «Еговки.езет» обновится до конца года. Обещают, что он станет удобнее и проще в использовании. Кроме того, расширятся возможности поиска. Модернизацию также пройдут мобильные приложения «Егов» и портал электронного лицензирования. Спутник Лайт зарегистрировали в Казахстане. Эту информацию подтвердили в Минздраве, отметив, что вакцина является первым компонентом препарата «Спутник Ви». Ее эффективность составляет 79,4%, что превышает показатели многих двухкомпонентных вакцин. Напомню, «Спутник Лайт» стал четвертым препаратом от коронавируса, разработанным в России, и пятым одобренным для применения в Казахстане. Изначально его планировали применять в основном для ревакцинации или иммунизации ранее переболевших пациентов. И еще сегодня стало известно, что с компанией Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцины в четвертом квартале этого года. Очередной рост числа заболевших и вновь туманные перспективы. Предприниматели Алматы опасаются новых ограничений. После первого локдауна многие были вынуждены закрыться. Из пяти тысяч кафе и ресторанов не открылись около половины. Бизнесмены встревожены слухами об ужесточении карантинных мер. Анастасия Валикжанина продолжит тему. Месяц назад Ирина Лебедева запустила новый ресторан в Алматы. Здесь все как положено. Персонал вакцинирован, а на входе статус гостей проверяют с помощью системы ОШИК. Пока заведение может работать до двух часов ночи при заполняемости не более 50%. Ирина думала, что самые тяжелые времена уже позади. Но не тут-то было. Поползли слухи, что со дня на день крупный мегаполис заживет по новому постановлению, в котором работу общепита сократят до восьми часов вечера. Такой поворот событий полностью разрушит все планы Ирины. Тем более, что меню заведения не позволяет перестроиться на доставку. У меня десерт Павлова. 15 сантиметров воздушные крылья из безе. Мне отдельно людей с крыльями присылать? Отдельно с десертом? Или человеку каждый раз дарить тарелку? Нет. На доставку может перестроиться тот ресторатор, у которого есть в меню. В меню то, что он может упаковать, и внешний вид не пострадает. А у многих в кафе они же делают меню сейчас необыкновенное. До пандемии в Алматы было около 5000 заведений общественного питания. По словам рестораторов, почти половина ушла с рынка навсегда. А один из предпринимателей вынужден был закрыть сеть из 27 заведений. У него за время пандемии накопился долг в 260 миллионов тенге. Сегодня кафе работают лишь за идею. Практически все в минус. В один голос твердят бизнесмены. Даже самый маленький ресторан в месяц несет расходы на сумму от 7 миллионов тенге. Поэтому, чтобы сохранить свой персонал и не оставить сотрудников без куска хлеба, зарплату выплачивают частями. А если общепит станет работать с ограничениями до 8 часов вечера, то ресторанный бизнес просто исчезнет. Мы требуем то, чтобы оставили нас, которые работаем по шику, нас, которые работаем в рамках прописанных санитарных норм, нас, которые провакцинировали персонал практически на уровне 100%, оставить нас работать без каких-либо изменений, которые сейчас имеются, и вообще с нас снять все ограничения по режиму работы. Такого же мнения придерживается и Национальная палата предпринимателей. Руководство Томикена уже направило несколько предложений по поддержке бизнеса в городской Акимат и санитарно-эпидемиологическую службу. Первое предложение, чтобы по программе АШИХ, те, кто работают именно в сфере общепита, 50% вакцинировались и смогли работать на полном режиме. Мы знаем, что в данный момент по 19-му постановлению мы работаем до 2 ночи времени, и чтобы это дальше оставалось. В период пандемии предприятия общественного питания остаются одним из самых пострадавших секторов экономики. И это при том, что эта отрасль обеспечивает работой более 400 тысяч человек в Казахстане. Но почему-то мало кто задумывается о ее спасении. Анастасия Валикжанина, Мухит Кудыгбаев, Алматы, Хабар-24. В Алматы сегодня устраняли последствия вчерашней бури. Накануне около пяти вечера в городе резко испортилась погода. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Поваленные деревья повредили 16 автомобилей. К счастью, горожане не пострадали. Для уборки улиц привлекли 150 рабочих и около 100 единиц техники. Вместе с тем, при получении штормовых предупреждений от РГП Казгидромет по городу Алматы, департаментам по чрезвычайным ситуациям, на постоянной основе проводится, осуществляется оповещение жителей города путем СМС-рассылок и через мобильное приложение Дармен. В связи с чем, просим жителей города внимательно обращать внимание на получившие СМС-сообщения от 112. В случае ухудшения погодных условий не парковать автотранспорт под деревьями, под слабо закрепленными конструкциями, а также под линиями электропередач. К предстоящим выборам сельского Акима готовятся в ауле Карнак в пригороде Кентау. На этот пост претендуют четыре кандидата. Все они из числа местных жителей. Трое от партии и один самовыдвиженец. В ауле проживают более 15 тысяч человек. В голосовании примут участие свыше 8 тысяч избирателей. В день выборов работать будут пять участков. Сейчас идет подготовка. По предложению нашего президента впервые состоятся выборы сельских Акимов. Все кандидаты – выходцы из нашего аула. К важному событию мы готовимся со всей ответственностью. Юрта – символ нашего дома, нашего единства. Здесь мы собрались, чтобы дружно провести выборы. На всех участках созданы избирательные комиссии. Подготовительные работы завершены. Кандидаты начали агитационную кампанию. Они встречаются с населением, представляют избирателям свою предвыборную программу. В целом по области на место одного сельского Акима претендуют семь человек. Большинство кандидатов в селе Куркелес Рогашского района. Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 214 претендентов. Из них 84 от политических партий, 130 – самовыдвиженцы. По объективным причинам документы 71 человека были отозваны. Среди желающих возглавить округа – 10 женщин. А в Жамбулской области для участия в выборах сельских Акимов зарегистрированы 116 кандидатов. Из них 42 – самовыдвиженцы, остальные – от политических партий. Это работники бюджетной сферы, сельского хозяйства, коммерческих структур, госслужащие и временно неработающие. Средний возраст кандидатов – 39 лет. В 38 сельских округах работают 89 участковых избирательных комиссий. Уже определенные графики и место проведения встреч с кандидатами. Для размещения гидматериалов определено 96 мест. По избирательным участкам 90% мы считаем, что они подготовлены. Почему 10% еще не подготовлены? Еще мы не завезли для славобидящих лупа, для тех, которые плохо слышат специальную аппаратуру. Они уже выкуплены. Буквально в субботу все председатели районных избирательных комиссий приедут и заберут. Остальное все готово. И завершение выпуска. До старта летних Олимпийских игр осталось чуть больше недели. В Токио наряду с атлетами прибыли и первые лошади для участия в соревнованиях по конному спорту. 36 скакунов доставили в международный аэропорт Ханеда специальным рейсом из бельгийского льежа. Всего в конной программе будет задействовано более 300 животных, которые вместе с наездниками поборются за 45 наград различного достоинства. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.gz. Всего доброго.